Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самары ГИС. Центробанк может снизить ключевую ставку на 2-3%. Такое предложение прозвучало на заседании Национального финансового совета при Центробанке. Снижение может произойти уже в первом квартале нынешнего года. Причиной такой меры стала неэффективность ставки в сдерживании роста курса доллара и евро. Последнее слово остается за советом директоров Центробанка, заседания которого состоятся 30 января и 15 марта. В декабре прошлого года Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 6,5% и сейчас она составляет 17% годовых. Каждый второй россиянин не имеет сбережений. При этом две трети населения следят за курсом доллара к рублю и испытывают беспокойство на этот счет, сообщает в ЦИОМ. Более четверти опрошенных регулярно отслеживают курс доллара к рублю. Более трети время от времени обращают внимание на изменения на валютном рынке. Каждого третьего этот вопрос не интересует. Действительно, людей больше вопрос выживания беспокоит, а не то, как американский фантик на бирже крутит. Внутренний туризм в России вырос по итогам прошлого года на 30-40%. Эти данные основываются на оценках экспертов, работающих в туристической отрасли. При этом отмечено значительное снижение выездного туризма. Если по Турции, Египту и Греции есть даже небольшой рост, то выезд в Европу сократился весьма значительно. В конце 2014 года увеличилось количество туристов, приезжающих в Россию из других стран. Китайские туристы, туристы из Финляндии и других сопредельных государств в конце года стали очень активно к нам приезжать. Но, естественно, рубль упал по отношению к доллару и евро, и путешествия в нашу страну для иностранцев стали дешевле. Российский фондовый рынок открылся ростом. Индекс ММВБ в плюсе на отметке 1576 пунктов. Среди лидеров роста – полюс золота, фармстандарт, мегафон, распадская и аптечная сеть 36,6. Аутсайдеры – Яндекс, Полиметалл, Уралкалий, МРСК Центра и Башнефть. К открытию торгов в России сложился умеренно позитивный фон. Американские индексы завершили день незначительным ростом основных индексов. На азиатских площадках динамика торгов разнонаправленная. В Европе завтра состоится заседание Центробанка, поэтому сегодня ожидается снижение активности на глобальных рынках. Котировки нефти закрепились у отметки 48 долларов за баррель. Подняться выше мешает отсутствие положительных новостных факторов. Курс доллара на 21 января – 64,98. Курс евро – 75,27. Золото стоит 2699 рублей за грамм. Серебро стоит 36,88 рублей за грамм. Цена нефти марки Brent – 48 долларов 32 цента за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах!